Время говорить О ситуации с электропоездами в Рязанском регионе смотрите в выпуске новостей Болеть не надо, в ряде городских школ закрываются классы на противогрепозный карантин Наградили за инновационный ум На неделе подвели итоги престижного регионального конкурса среди перспективных молодых ученых Ну а теперь обо всем подробнее На прошлой неделе наделало немало шуму заседание правительства России На котором президент Владимир Путин потребовал от министров восстановить немедленно отмененные за последние годы электрички Тогда Путин высказался весьма жестко И отметил, что нынешний подход к организации железнодорожного пригородного транспорта несерьезный На том заседании вице-премьер Аркадий Дворкович признал, что ситуация с пригородным сообщением сложная Он объяснил это переходом на новые принципы договорных отношений между ОАО РЖД и субъектами России Дело в том, что руководство российских железных дорог уже довольно давно признало пригородные перевозки для себя убыточными И потому предупреждало о том, что во многих регионах отменят пригородные сообщения До реформы РЖД пассажирские перевозки на небольшие расстояния до малых городов и поселков субсидировались за счет тарифов на грузовые перевозки А потом РЖД создала специальные пригородные пассажирские компании Которые должны были арендовать поезда у Госмономполии, продавать билеты, а убытки подкрывались из местных бюджетов Регионам это было дорого, компании обрастали долгами и в результате от электричек в ряде мест решено было отказаться В итоге после отмены сотен маршрутов пригородных электропоездов в ситуацию вмешался президент Он потребовал вернуть транспорт на рельсы и разобраться с системой оплаты, чтобы люди не страдали О том, как обстоит ситуация с электричками в Рязанской области, выясняла Алена Куколева В Рязанской области движение пригородных электропоездов сохранится в полном объеме Между областным правительством и железной дорогой действуют соглашения, где прописаны все условия пассажироперевозок Регион их неукоснительно выполняет, ежегодно перечисляя субсидии в качестве компенсации за выпадающие расходы при перевозке пассажиров льготных категорий В Рязанской области пригородные поезда не отменялись Мы работаем на территории области уже 4 года, с 2011 года И с 2011 года все пригородные перевозки по территории Рязанской области сохранены Мы постоянно работаем совместно с правительством Рязанской области И благодаря тому, что правительство адекватно оценивает необходимость пригородных перевозок, все поезда сохраняются Сказать, что наиболее популярные можно в том ключе, где наибольший пассажиропоток А это связано с численностью населения в каких-то определенных населенных пунктах Основной пассажиропоток по территории области это Рязань-Сасово, то есть между этими населенными пунктами Есть населенные пункты, где пассажиропоток невелик Это Михайловское направление Узунова-Павелец, это направление на Язакова Там пассажиров у нас очень мало, но вместе с тем зачастую мы являемся там единственным транспортом Безусловно, есть и убыточные направления, но отменять из-за этого весь маршрут – это явно не выход Раз пассажиров мало, то возможно сократить количество вагонов в составе Впрочем, масштабную ликвидацию электричек Рязанской области обошли стороной И даже когда Тамбовская область отменяла 4 пригородных поезда Ряжск-Мичуринск Губернатор Рязанской области Олег Ковалев дал поручение проработать вопрос об организации автобусных рейсов по этому маршруту Пригородные перевозки всегда были и остаются социальным транспортом Поэтому я думаю, что правительство на уровне федерации, местные правительства и компании-перевозчики Все-таки найдут общий язык и будут работать и дальше на благо наших жителей Вмешательство президента электрички вернуло во все регионы Но теперь, судя по всему, речь должна пойти о пересмотре принципа финансирования системы пригородных поездов То есть, вероятно, и о пересмотре реформы РЖД Чтобы электрички снова не остались лишь головной болью местных бюджетов Радостное событие для простых горожан состоялось в пятницу В микрорайоне Канищево открылся долгожданный для местных жителей бассейн «Дельфин» Там, помимо плавательных водных дорожек, в этом комплексе оборудован и тренажерный зал, а также зал для танцев На открытие Канищевского «Дельфина» побывала Оксана Тебенихина Строили, строили и, наконец, построили В Канищево на улице Интернациональной состоялась официальная церемония открытия нового спортивно-плавательного комплекса «Дельфин» Красную ленточку перерезал губернатор Олег Ковалев Я поздравляю всех вас с открытием современного спортивного дворца спорта или физкультурно-спортивного комплекса Под названием «Дельфин» Но здесь будут не только плавать Я думаю, здесь есть и залы, и все Но это все вы увидите сами Это большое событие для жителей микрорайона Поскольку спортивных объектов в этом микрорайоне не хватает Как-то здесь строили, строили и в основном уделяли внимание жилье Каким-то торговым комплексом и так далее И вот появился такой важный социально значимый объект Как физкультурно-спортивный комплекс Я убежден, что он будет востребован Поскольку здоровый образ жизни набирает популярность Общая площадь комплекса составляет 2500 квадратных метров В нем располагаются тренажерные, танцевальные и спортивные залы Площадка для мини-футбола Особая гордость «Дельфина» – бассейн в шесть дорожек длиной 25 метров и глубиной в 3 метра Новый спортивный комплекс решает проблему нехватки в этом районе подобного рода учреждений Самое главное, наверное, это то, что это построила частная компания И это очень важно то же самое Это компания «Новый город», которая много строит торговых объектов Жилья много строит в городе Значит, в данном случае вот такой социальный объект, который они построили за свои деньги Это очень важно, я считаю Это вызывает больше доверия у граждан к бизнесу Когда бизнес не только свои карманы набивает, но и как-то социализируется, отдавая что-то людям Ориентированность на все категории граждан – это одна из основных особенностей спорткомплекса Его могут посещать взрослые, дети, пожилые люди И, что немаловажно, здания и тренажеры приспособлены к тому, чтобы здесь могли заниматься люди с ограниченными физическими возможностями Конечно, приоритет детям, но здесь могут и инвалиды заниматься, и взрослые Поэтому это не спортивный объект, который предназначен для, допустим, каких-то соревнований Таких вот масштабных, или же, значит, для школы высшего спортивного мастерства Это объект по месту жительства для занятий обычными людьми Необходимо отметить тот факт, что спорткомплекс построен на частные средства При активном участии регионального отделения общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана Такое взаимодействие государства и бизнеса должно приносить положительные плоды И, по словам губернатора, они будут продолжать совместную работу в том же направлении Ну а главное физкультурно-спортивное событие прошло близ поселка Варские Там состоялась лыжная гонка «Лыжня России-2015» И ежегодно количество участников там возрастает Ведь в нынешнем году по всей Рязанской области надели лыжи в это воскресенье 8 февраля почти 15 тысяч человек В воскресенье 8 февраля Рязанская область приняла участие в 33-й открытой всероссийской гонке на «Лыжня России-2015» Традиционная массовая гонка, проходящая в нашей стране с 1982 года, является одним из самых демократичных соревнований Принять участие в забеге может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки Видимо, поэтому число участвующих в Монстарте увеличивается с каждым годом Все больше городов присоединяется к масштабной акции, направленной на популяризацию здорового образа жизни На старт! Внимание! Рязанская область участвует в «Лыжне России» с 2005 года По этом году в забеге участвовали не только жители областного центра, но и 14 муниципальных Гонка собрала рекордное число участников, а лыжи встали около 15 тысяч человек Из них около 6 тысяч вышли на главный старт, который проходил в поселке Ворске Рязанского района Акцию по популяризации здорового образа жизни, которая является «Лыжня России» Поддержали не только обычные горожане, работники различных учреждений, студенты вузов, СУЗов, курсанты, но и представители спортивной общественности Гонку пробежали футболистки Рязань в ВДВ и хоккеисты хоккейного клуба Рязань Как отметил Олег Ковалев, участие профессиональных спортсменов в подобных мероприятиях является стимулом к развитию спорта в регионе Профессионалы должны идти в общество и должны общаться, потому что никто лучше не сагитирует детей заниматься физической культурой и спортом, как те ребята, которые профессионально им занимаются По традиции в рамках «Лыжни России» прошли забеги на дистанции в 10 и 5 километров А также ВИП-забег, участие в котором приняли представители региональной и городской власти Заместители председателя правительства области Сергей Самохин и Елена Буняшина Министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская Глава администрации Рязани Олег Булеков и другие На лыжах они преодолели расстояние в символическом 2015 метров Хотя к «Лыжне России» как к никакому другому соревнованию применило высказывание о важности не победы, а участия По итогам гонки состоялось награждение спортсменов, показавших лучшее время Так на дистанции в 10 километров среди мужчин первенствовали силовики Первое место досталось представителю АПУВСИН Дмитрию Рогову На втором месте оказался сотрудник МВД России по Рязанской области Константин Шицков Третье место досталось Виталию Водорезову, предоставляющему МВД по городу Рязани Среди женщин на этой же дистанции победителем стала Анастасия Поздеева На дистанции 5 километров среди девушек первенствовала воспитанница средней школы номер 64 Валерия Крысанова Среди юношей победу одержал ученик этой же школы Денис Барыкин Всем победителям были вручены награды федерального и регионального Минспорта Памятные призы получили и самые юные, и самые опытные участники соревнований Ими стали трехлетний Ярослав Авдеев и пятилетняя Светлана Сосновская А также Герасим Севастьянович Березов 1929 года рождения Была определена на соревнованиях и самая спортивная семья Обладателями этого титула стали семьи Крючковых и Калининых из Рязани Вышедшие на старт по 9 человек И еще одно крупное спортивное мероприятие проходит в Рязани В четверг стартовало первенство Центрального федерального округа по пожарно-прикладному спорту В манеже пожарного и спасательного спорта региональной службы МЧС Собрались 18 спортивных команд Представляющие областные управления МЧС в Центральном федеральном округе Спортсмены преодолевают 100-метровую полосу с препятствиями И подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа Мы в основном все офицеры, есть и гражданские люди, но в основном все офицеры Конечно, в большей степени команда, которая претендует на высокие места в России Они укомплектованы спортсменами, которые освобождены от своих прямых обязанностей И практически все время посвящают спорту Но навыки, те, которые мы получали при обучении в свое время Кто-то при стажировке, при работе и здесь в спорте, они всегда помогут В любой момент, когда мы закончим со спортом Многие выходят на службу и показывают своим примером Как нужно действовать в ликвидации тушения пожаров Когда учился и стажировался на всех должностях И бывали и там трагические случаи пожаров И, конечно, и спасали Все бывало То есть попробовали все Начиная от тушения свалок и заканчивая спасение людей Когда уже дается команда, то есть тут уже, в принципе, никаких эмоций Когда встаем в колодке, конечно, адреналин играет Ну, как бы радость, не радость То есть как бы, ну, просто зашкаливает То есть это такие ощущения, что их не описать В этом году в обязательном зачете впервые принимают участие команды женского состава На самом деле это очень тяжелый спорт, который требует выдержки, силы, терпения, упорства Очень участвовать волнительно, так как это первые соревнования Очень много профессионалов, много людей, которые имеют разряды Мы абсолютно новички, но мы будем стараться выйти вперед Показать самый наилучший результат Будем пытаться сделать все возможное Спортсмены утверждают, что занятия пожарно-прикладным спортом Безусловно, помогают и по службе Так как в критических моментах включается ловкость, скорость А техника выполнения спасательных задач, отработанная годами Помогает сделать все необходимое за минимальное количество времени Несмотря на массовые лыжные забеги Да и приверженность многих горожан к здоровому образу жизни В Рязанском регионе все-таки начинает ухудшаться эпидемиологическая остановка Число заболевших гриппом и другими простудными заболеваниями растет Как обстоят дела с уровнем заболеваемости сейчас И каким образом уберечь себя от температуры и других в кавычках прелестей и сезонных болезней Узнаем в следующем видеоматериале По мнению специалистов, причиной резкого роста заболеваемости молодого населения гриппом и ОРВИ В нашем регионе стала недостаточная вакцинация Если говорить точнее, многие родители в письменной форме отказались от того, чтобы их детям в школах делали прививки В связи с низкой посещаемостью в 23 образовательных учреждениях на карантин был закрыт 71 класс Полностью остановлен учебный процесс в 4 школах и 2 детских садах Рязани В настоящее время в Рязанской области отмечается рост заболеваний ОРВИ и гриппом То есть на фоне сезонного подъема с третьей недели пошел прирост темпов заболевания И сейчас в процесс вовлечены дети до 14 лет, 7-14 лет школьного возраста Они составляют большую часть числа заболевших На 15% превышены пороги по итогам пятой недели текущего года Но ситуация, она как бы так и прогнозировалась Мы ожидали прирост заболеваемости и эпидемический подъем со второй половины января Он оправдался По результатам лабораторного мониторинга выделяются как вирусы гриппа В, так и А И вирусы негриппозной теологии, то есть эпидемия, если она начнется, будет носить смешанный характер Вот, ну, в общем-то проводятся мероприятия, которые направлены на предупреждение распространения заболеваний В организованных детских коллективах Это уже в третий год мы применяем такую практику, как приостановление учебного процесса В 2014 году период вакцинации выпал на сентябрь и октябрь месяцы Теперь, как говорится, поздно пить боржоми Как обезопасить себя и своих близких от сезонных инфекций знают все от мала до велика И все же, повторение, великая мать учения Профилактику надо проводить задолго до февраля и марта То есть профилактика вирусных инфекций И профилактика болезней иммунной системы Это профилактика, что называется, с рождения и до смерти Круглогодично должно проводиться Это должно быть и хорошее питание Это дозированные физические нагрузки Это умение правильно болеть Когда любую болезнь нужно вылежать То есть 3-4-5 дней нужно обязательно провести дома На работу ходить А не нужно во время болезни, поскольку это резко повышает частоту осложнений Второе, это, конечно, достаточное количество витаминов в питании Фрукты, овощи, это самый лучший источник витамин Для профилактики вирусных инфекций большое значение имеет мытье рук На руках огромное количество вируса Человек потрет нос, потом поздоровается с кем-то, передаст вирус и так далее Это, конечно, индивидуальное средство защиты Это маски И ограничение контактов В период подъема заболеваемости не следует ходить по магазинам, театрам, кино и так далее Вы смотрите программу «Время говорить» Вот что вы увидите во второй части выпуска Награды вручены Подвели итоги регионального конкурса среди молодых рязанских ученых Спайсам нет Оперативники задержали продавцов смертельных курительных миксов Продолжаем программу Рязанские оперативники госнаркоконтроля сообщили, что на днях они задержали организованную преступную группу спайсеров Причем арестованные сейчас иногородние молодые люди пытались продавать в Рязани Те самые курительные смеси, от которых в прошлом году пострадали сотни наркопотребителей Смертельно опасный синтетический наркотик сбывали участники организованной преступной группы Состоявшие из жителей других регионов России Употребление этого вещества осенью 2014 года в ряде регионов страны Вызвало эпидемию из более чем 800 случаев отравлений Из них около 40 закончились летальным исходом Наркополицейским удалось ликвидировать своеобразный наркокластер Представляющий собой Рязанское подразделение федерального интернет-магазина по дистрибьюции курительных миксов Действовала преступная группа с высокой степенью организации Соблюдением мер конспирации, четким распределением ролей и подчинением единому руководству Двое 24-летних выходцев из республики Удмуртия занимались закладкой наркотиков в тайники 25-летний уроженец Оренбургской области, постоянно проживающий в Москве Являлся оператором наркосети и периодически наведывался в Рязань Преступники реализовывали значительные объемы наркотиков Только один из закладчиков, обосновавшийся в Рязани 4 месяца назад, ежедневно сбывал до 30 пакетиков спайса По месту его проживания на улице Горького было обнаружено 240 упаковок с ядом В общей сложности оперативники изъяли у дилеров 415 граммов наркотика-убийца А рязанские полицейские продолжают выявлять контрафактный алкоголь Которого, похоже, на складах и, соответственно, на полках магазинов меньше не становится На днях они отработали звонки от граждан и проверили крупных поставщиков алкогольной продукции А также небольшие торговые точки и питейные заведения Практически везде имеются нарушения закона об обороте алкогольной продукции Алкоголь хранился в складских помещениях на территории поселка Дягилева в городе Рязани Оперативники обнаружили на складе порядка 20 тонн спирта, содержащей жидкости на сумму более 10 миллионов рублей Выполненные в виде продукции известных брендов Часть бутылок была не маркирована, остальные имели акцизные марки с признаками подделки По версии полицейских продукции предназначалось для продажи через средние и крупные розничные торговые точки в Рязани и области По результатам исследования эти алкогольные напитки признаны несоответствующими российским ГОСТам, а также рецептуре производства Сейчас возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения, перевозки и продажи немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере Проводится расследование Сотрудниками полиции в городе Рязани проведена проверка ряда организаций, осуществляющих хранение и реализацию алкогольной продукции Поводом для проведения соответствующих мероприятий послужили поступления в полицию и обращения граждан Установлено, что в розничной торговле сети города Рязани имеются факты реализации алкогольной продукции, не маркированной в установленном законном порядке А также маркированной акцизными марками, имеющей признаки подделки Рязанские полицейские выявили торговое заведение на Народном бульваре, действующее с грубыми нарушениями При проверке выяснилось, что в торговом заведении, которое специализируется по розничной продаже спиртного, отсутствует лицензия на реализацию алкоголя Также сотрудники полиции обнаружили у большей части спиртного заведения признаки контрафактной продукции Из незаконного оборота изъято более 17 литров спиртного В отношении предпринимателя, осуществляющего незаконную реализацию алкогольной продукции, составлен административный протокол По части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение На неделе региональные награды получили молодые рязанские ученые Значимость такой премии, как отмечали сами награжденные, весьма велика и растет из года в год Ведь сейчас именно по такой категории, как научный потенциал, в первую очередь и оценивается уровень развития не только одной области, но и всей страны В торжественной обстановке награды получили студенты, аспиранты и научные работники основных высших учебных заведений А также научные работники ведущих рязанских промышленных предприятий Всего около 20 человек Перед началом официальной церемонии Олег Ковалев отметил значимость смелых инновационных проектов, которые важны для развития региональной экономики Мы решили пригласить сюда всех, кто принимал участие в конкурсе Потому что уже само участие в конкурсе говорит о том, что вы относитесь к элите молодой науки И для нас это очень важно, ваша активная работа и попытки поучаствовать в конкурсе, это безусловно заслуживает всяческого поощрения Больший смысл научной деятельности состоит в практической реализации находок и достижений Это важно для каждого молодого ученого, который хочет принести пользу своей родине Я уверен, что вам удастся воплотить в жизнь свои идеи и увидеть воочий результат вашего интеллектуального труда И мы со своей стороны для этого сделаем все необходимое и все возможное, все, что в наших силах То есть сегодня как раз время, когда мы переоцениваем все наши экономические реалии Переоцениваем условия для ведения бизнеса, условия для развития экономики С тем, чтобы отформатировать их таким образом, чтобы дать новый толчок для движения вперед Молодые ученые работают по различным направлениям науки – физико-техническим, естественным и гуманитарным Одним из лауреатов конкурса имени академика Павлова стал Дмитрий Благов Его разработки уже сейчас облегчают труд сотням зоотехников и агрономов в десятки фермерских хозяйств региона К сожалению, работа зоотехника строится в том плане, что все расчеты проводятся на микрокалькуляторах А это уже для нашего общества не актуально Требуется вводить новые единицы измерения, а эта программа уже построена под них И человеку уже не нужно ломать голову, вспоминая, какие нужны нормы Сколько, допустим, нужно дать того или иного корма Все это уже в ней есть И всегда можно составить бассейрный рацион и конкретное хозяйство Еще одним победителем стал аспирант Рязанского государственного медицинского университета Его фундаментальные исследования в области сердечно-сосудистой хирургии Нашли применение в больницах Рязанской и Московской областей Мое исследование в рамках диссертационной работы Скорее можно отнести к фундаментальным исследованиям Которые лежат и затрагивают наиболее глубинные причины Возникновения сердечно-сосудистых заболеваний В частности, венозной патологии Понимаете, разницы между фундаментальными и практическими исследованиями очень мала Нет исследований фундаментальных Есть только предлавные Мы называем фундаментальными исследованиями те, которые чуть позже применяются в практике Поэтому оно так условно называется фундаментальным Так, безусловно, оно практическое исследование Применяются, в принципе, результаты эти могут быть применены для прогнозирования и улучшения результатов лечения у пациентов с венозной патологией, с венозными тромбозами, варикозным расширением вен. Конкурс носит название первого русского Нобелевского лауреата, знаменитого ученого и рязанца Ивана Петровича Павлова. Именно он признавал важность поддержания молодых умов. На этой приятной и позитивной ноте наша информационная программа подошла к концу. Но мы будем ждать новых значимых новостей и интересных событий, которые наверняка произойдут на будущей неделе. А пока что это все. И до встречи в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова